всем привет вы на канале кофейный блок и у нас сегодня опять рубрика будни обжарщика сегодня мы в гостях у fest coffee mission и у нас на обзоре чудо ростер рост сергей привет расскажи что это за чудо машинка что она может и чем она уникальная но для начала это sample роста как ты уже сказала который обжаривать небольшое количество кофе в данном случае это сто сто пятьдесят грамм кофе мы и говорят сколько она там жарит сто сто пятьдесят больше не нужно засовывать не нужно пробовать вполне устроено достаточно много функций такие как автокрек если вдруг да если вдруг какой-то обжарщик забыл выгрузить зерно то эта машинка делает это за тебя то есть ты не простыка ешь и твой кофе не пережарить до второго крака нет нет не получится да ну если ты конечно изначально не поставишь профи для этого устанавливается профиля все через лэптоп через планшет через программу которая есть очень удобно тем что здесь нет какого-то программного обеспечения которое нужно покупать за большие деньги да ты просто есть доступ в твой аккаунт в интернете который ты заходишь и все там у тебя есть доступ к твоим жарком который ты проводил полностью в профилям которые ты можешь менять добавлять принципе все да сейчас наличие допустим здесь можно посмотреть есть раз два три 4 5 5 за сохраненных профилей но их можно корректировать их можно менять допустим что-то главное выставлять что-то второстепенное профиля можно какие-то еще покупать загружать скачивать можно загружать можно создавать самостоятельно вот сейчас если вы посмотрите то здесь стандартном есть рест стандарт конечно же рест кения это то что они предлагают и конечно же куда же деться ве от nordica прочь которые создали свои профили для того чтобы можно было им пользоваться и тем вендолд хондурас и кения это было уже при покупке уже были эти встроенные профиля я первый раз когда увидел этот ростер был удивлен тем что он с холодного состояния скажем так и до момента когда уже можно засыпать жарить кофе там прошло несколько минут буквально буквально полторы минуты и это удивительно классно и быстро потому что знаешь сколько ростров там ты греешь там даже это и кого мне кажется разогревается около пяти минут а то и больше да то здесь полторы минуты и твой рост уже готов для того чтобы работать но охлаждение охлаждение конечно же немножечко больше занимает около пяти 7 минут скажу честно я уже раскручивал уже раскручивал до середине здесь раскручивал достаточно маленький барабан который находится в передней части этого корпуса дальше идет большая часть плат который отвечает за подключение автокрек до автокрек автоваягрузка которая позволила нам сейчас выгрузить кофе вот он сама закрывается и дальше уже контролирует температура которая дойдет до той которая нам нужно для того чтобы загрузить кофе он дает какой-то сигнал когда нужно загружать нет ты видишь уже достаточно вот 199 и 1 198 основное преимущество этого роста я так понимаю это его мобильность и динамика у его можно взять вот специальный я так вижу чем чемодан в котором он переносится чемоданчик очень классный конечно же можно поехать не за на любую ферму там да ты достаточно простой чемоданчик который ты берешь не поехал такая обжарка на колесах да и динамика надо он очень быстро разогревается потому что я сравниваю с нашим роста рам bullet на котором мы жарим тоже образцы так он реально его разогреть это полчаса это как минимум это было только я знаю он сделан из другого материала очень тонкого поэтому это влияет уже конечно же температуры все остальное здесь сделано достаточно все очень хорошо ну кроме платы всего остального здесь много очень труба которая отвечает за вентиляцию здесь 2 2 кулера которые стоят есть один получается который вытягивает воздух 2 который выдается да то есть воздух в середину ну и снизу для шелухи да то есть открываешь еще раз но здесь есть такое как типа количество обжара который ты сделал сейчас 19 обжарки нам показывается что она заполнена но заполнена еще не полностью когда начнет уже будет полненько будет на самом деле тогда начнет мигать мне удавалось это около 25 и 30 обжарок сделать и тогда я почистил его тут еще зависит какой кофе там такой обработки это очень зависит потому что он допустим с тем жарил бы там натуральные обработки анаэробки конечно же шелухи было бы не такое количество принципе этот ростер он настолько мобильный и компактный что его можно даже у себя на кухне держать и всегда пить свеже обжаренный кофе как только он приехал он стоял у меня на кухне да он не был здесь обычная вытяжка фокона справляется с выхлопом мы повесили эту трубку буквально недавно до этого он просто даже воздух без нее доработал то есть все справлялась вытягивала конечно же единственное просто что бывало такое что когда заполняется шелуха могла немного вылетать поэтому повесили эту трубку на всякий случай как ему подключить там лэптоп или еще если это более старая версия есть сзади специальная кнопочка на здесь есть антенка которая позволяет есть кнопочка которая позволяет там сконнектиться с твоим лэптопом или планшетом сейчас новые версии которые не выпустили они коннектятся благодаря точке доступа которые ты создаешь то есть эта точка доступа раздаешь она подключается грубо говоря если ты даже назовешь свой вайфай рост и там пароль ведешь который не тебе предполагает он тебе подключится найдет его вот и у тебя доступе есть твои обжарки и профиля и соответственно график который ты видишь полностью еще очень классная вещь это охлаждение вот вроде бы маленькая но она очень быстро охлаждает ну за счет это понимаешь что там тоненький слой кофе и хороший обдул а там у нас получается такая корзиночка для специальная для шелухи которая остается да и снизу можно видеть там дальше вытяжка это будет гандураса народной ферментации мы загружаем мы будем идти по профилю сейчас который для гандураса как раз подойдет и под народной ферментации что-то закрутилка сверху здесь вроде бы как бы сенсорный экран мы можем допустим нажать сюда она покажет что она зафиксировалась но для того чтобы поменять что-то тебе нужно крутить то есть крутишь а ты что ты выбираешь ячейку до которой ты хоть что-то изменить это как грубо говоря больше меньше как только мы его получили открыли загрузили конечно же начали жарить на таком энтузиазме все классно все круто и пришли к тому что надо же его выключать охлаждать смотрим кнопки кнопки выключения или охлаждения нет понятное дело что просто выключить его нельзя нужно охладить мы искали очень долго пока местном не подсказали что нужно просто поднять заслонку которая отвечает за то что произошел нагрев роста все просто поднимается заслонка и он автоматически просто все очень просто оказалось да мы очень долго искали на самом деле эту кнопку это было смешно сколько жарит зависимости от профиля в то же время и зависимости от кофе то есть мы можем на одном профиле пожарить мы к или на путь натуральный кафан это будет разное время но приблизительно это может быть занять от шести там до девяти минут то есть было пожарить эспрессо обжарку можно ты выставляешь развитие выставляешь профиль все как тебе надо такая машинка достаточно универсально но если ты конечно хочешь в кофейне жарить под эспрессо сейчас сразу же ты очень устанешь за это делать на выходе будет со 100 грамм ну 85-85 грамм и двойной закладки ну где-то 5 4 1 пойдет на стройку помолой по любому а он пишет даже вот отмечает когда ела у нас да да когда он переключается на такие близи как ела он пишет тогда начинается первый крик она уже отсчитывая очка яду градусов и он как-то цвет градуса здесь привязка на радость и несколько градусов он начинает ела от 150 плюс здесь очень классная фишка как допустим автокрек она показывает допустим ты можешь выставить после какого щелчка она тебя будет уже считывать твое развитие то есть считается до конца выгрузки ты можешь поставить один щелчок два щелчка 5 10 щелчок можно засыпать пункт и пойти себе под по делам он дожарит выгрузить все когда красиво да все как ты красиво никого и средства не создали какой-то профиля конечно не могут его шерить есть такая кнопочка которая позволяет тебе допустим поделиться этим профилем и ты можешь это сделать знаю допустим как есть в айкава то у них прям на сайте есть много разных профилей которые ты можешь себе загрузить и попробовать здесь такого нет здесь только допустим есть какие-то стандартные либо же те кто с тобой поделился с покупкой этого роста ваш хаб прокачался и можно сюда приехать прямо в 10 с полчаса свободных приехать быстренько пожарить какой-то сэмпл до забрать с собой прокопить и определиться с выбором кофе конечно конечно это самое главное наверное вещи то что те обжарщики которые есть захотели попробовать кофе у них нет времени пожарить его или там у них нет времени допустим самостоятельно покапить мы можем быстренько пожарить быстренько сразу же прокопить либо же договориться на какое-то другое время и здесь поставить стол откопить полностью все мы хотели купить еще изначально когда они были на выставках мы очень думали покупать не покупать покупать но было наверное наше такое файловое решение не покупать и мы еще роста ли вы рассматривали наряду с ростом в тот момент мы все-таки купили гизен сэмпл роста 350 граммовый это не файловая покупка нет это очень хорошее приобретение было этот роста у нас остался в хабе который находится во львове здесь приехал сюда найдя эту локацию мы поняли что здесь проблема с тем что это центр и проблема тем что здесь нельзя использовать газ поэтому наверно то решение которое мы приняли не покупать рост вернулась и мы такие подумали что это идеальный вариант да кстати мы в начале видео забыли сказать что он работает от электричества от электричества никакого газа взял подмышку любую розетку 220 и пошел совершенно верно какая цена его в украине приблизительно около восьми тысячи евро дорогая игрушка дорогая игрушка дома не поставила это то что дома не поставишь как для работы если вы связаны с работой с зерном тогда это идеальный вариант как раз будет 200 градусов с 200 уже начинается крэк и мы можем он когда зафиксировать как-то подает какой-то сигнал либо пишем того чтобы она не машет напишет что типа крэк но сигнала как такового типа там бабам типа сейчас крэк да да такого нет нет и после крэка сразу автоматически начинает отсчет времени развития вот мы сможем посмотреть здесь уже не минута 59 здесь будет отчет обратное время здесь отчет вперед то есть мы минуту будем уже отчитывать обратно то есть если вдруг мы захотим поменять что-то и нам допустим минуты будет мало мы видим по зерну о том что зерно допустим не развилась мы можем спокойно это изменить в любой момент времени и просто потом самостоятельно выгрузить на стадии обжарки в процессе также допустим мы можем зайти на каком-то профиле вот сейчас второй щелчок начался и началось время уже отсчета да на стадии какого-то профиля на стадии обжарки мы можем перейти в мануальный режим то есть многие спрашивали можно мануально жарить можно если хватает смекалки хватает понятие о том как нужно пожарить кофе конечно же можно жарить мануальном режиме без проблем если вдруг это какой-то новый кафан который вы никогда не жарили сегодня мне кстати довелось жарить мексику вот у которой мы изначально копили да это было вот свежая обжарка на росте мне очень нравится этот роста но не вижу смысла нам его покупать потому что всегда нужно приехать кофейный хаб и обжарить любой кофе здесь у ребят забрать собой прокопить здесь поэтому ну очень классно что он у вас есть штука на самом деле уникально супер ждем в гости еще раз непременно